Как вы попали на мост и что же вы там все-таки увидели? Последнее посещение оказалось уже с нашей инициативы и благополучно было разрешено. Мы с Алексеем Семеновичем и Галей Казминой попали на два дня и первый день Галочка поработала, а потом мы второй день, два дня работали с Алексеем и побывали как бы и на арке и на мосту автомобильном и увидели как все меняется на наших глазах. Пришлось все-таки искать, пройти в сторону буквально до фарватера, посмотреть что, пройтись по мосту, по арке и потом уже на основе виденного уже выбрали место, который более подходит для живых. Настолько интенсивно ведется работа, что в марте мы были с Алексеем, писали аванбеки. Сейчас эти аванбеки вот они уже вот прошли какой путь и вот два пролета и они уже будут соединены с поднимающимися мостом к арке. Наглядно, наглядно так, что поразительно. И стоят уже арки на месте. Мы по ним прошли, посмотрели как шумит, услышали как шумит ветер в этих инженерных конструкциях. Погода нам, ну, образно говоря, не совсем способствовала. Была ветрена и поиск места для этюдов и определялся тем, что где-то чтобы был затишок. Тем не менее, мест таких для работы масса. Ребята к нам подходят, смотрят, фотографируют, интересуются где, что. Ну, а мы говорим, что это будет выставка в госсовете. Потом эта выставка предполагает пойти по музеям. Алексей Семенович раз 20 сказал за вот эти два дня, слушай, это ж какая инженерная мысль. Это как же надо было вот это все придумать до болтика, до гаечки, чтобы оно все состыковалось. Вроде бы как бы жесткий мост, все, вибрация идет от этого, то, что забивают сваи. Мы все время в таком подскакивании. Машина едет по рабочему мосту, Леша говорит, ты просто кисть поставь, она и все будет написано как положено. Вот эти вот две работы, это с нашей стороны, Кершинской. Это вот мы едем в НБЭК, а это уже со стороны Российской. Это вот уже настолько оно продвинулось уже к арткам, где они уже установлены. И вот здесь показано, со стороны Арте мы видим полотно, со стороны Керши. Было теплое, нежное такое утро и мост был вдали, в такой голубой дымке романтичной. И солнышко вставало, потом блики пошли на солнце. И вот именно голубой мост, такой синевея морской, тронул необычайно. А перспективы вот этих автомобильного моста, он стоит на, казалось бы, практически еле заметных точках. Когда мы прошли по собственному мосту, одним из самых впечатляющих видов оказался вид со стороны будущей дороги на мосту в сторону Керчи. Неописуемая красота открывается взору, когда ты спускаешься по этому мосту и впереди Керчь, солнце светит, волны играют, ветер. Сейчас на фейсбуке назови мост, и вот почему-то большинство, что это Крымский мост. Я полагаю, что не только патриот Керчи, а потому что Керчь проходит через Керченский пролив, выходит на Керченский полуостров, он должен называться Керченским, потому что еще и Керчь город-герой.